Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 14. Вопрос. 2850. Как же так готовиться к объединению с теми, кто нас люто ненавидит? Почему мнение наш епископ не учитывает? Может мы и не пойдем на это? Без меня меня женили. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В данном случае у вас нет полной информации. Как раз наш епископ Евтихий прислал бумагу, в которой записано. Циркулярное оповещение. 23 ноября 2005 года в 9 утра в воскресной школе при Богоевленском соборе города Ишима состоится епархиальное собрание Ишимско-Сибирской епархии. Повестка дня собрания. Первое. Выборы делегатов на Всезарубежный собор, который состоится в Сан-Франциско 6 мая 2006 года. Второе. Обсуждение современного положения церкви и перспектива дальнейшего существования приходов зарубежной церкви в России в свете последних документов по переговорам с Московской патриархией. В связи с этим всем клирикам Ишимско-Сибирской епархии следует по необходимости перенести службу святому архистратигу Божию Михаилу с понедельника 21 ноября на воскресенье 20 ноября. Провести в период до собрания приходские собрания и получить наказы прихожан по второму пункту повестки епархиального собрания. Прибыть на собрание, имея при себе копии всех документов личного дела, сообщить о своем приезде не позднее 20 ноября 2005 года. Если кто-либо из клириков пожелает прибыть с сопровождающими лицами из числа мирян, просьба согласовать это заранее со старостой Богоявленского собора Петром Николаевичем Стояновым по телефону. Тридцать четыре пятьсот пятьдесят один код два тридцать семь шестьдесят семь два девятнадцать двадцать семь епископ Евтихий. У нас уже было собрание по этому вопросу и мы высказались кто желал. Если вы член нашей общины, то можете написать письменно, подать мне и даже можете заявить о своем желании поехать на собрание с батюшкой. Вот и протокол собрания. Протокол общего собрания Крестовозвиженской общины города Барнаула от 6 ноября 2005 года, номер 35, город Барнаул. Присутствовали отец Иоаким Лапкин, настоятель общины, члены общины, всего 63 человека. Повестка дня. Обсуждение наказов прихожан общины, представляемых на епархиальное собрание, назначенное на 23 ноября 2005 года. Слушали отца Иоакима. Отец Иоаким ознакомил собрание с повесткой епархиального собрания. Первое. Выборы делегатов на всезарубежный собор 6 мая 2006 года. Второе. О существовании приходов РПЦЗ в случае объединения с МПЭ. Третье. Каналическое положение клириков РПЦЗ. В данном приглашении епископ Евтихий предложил прихожанам высказать свои наказы и предложения. Отец Иоаким напомнил, как появились на территории России приходы, находящиеся под юрисдикцией РПЦЗ. Причиной перехода из МПЭ в РПЦЗ служила невозможность вести каноническую жизнь, крестить полным погружением, вести беседы с прихожанами. Все хозяйственные вопросы решал староста, а ведущий себя неблагоговейно в отношении церковных святынь. Но все идет к тому, что объединение МПЭ и РПЦЗ неизбежно. Если наша община не подчинится, мы останемся без епископа. Слушали диакона Александра Загуляева. Против объединения, но без епископа оставаться нельзя. Высказал мнение о неканоничности МПЭ и что МПЭ должна принести покаяние, так как она результаты деятельности митрополита Сергия Строгородского. Слушали чтеца Севастьяна Бауэра. Формальных препятствий к объединению нет. Канонизация царственных мучеников произошла. В экуменическом движении они принимают участие якобы как наблюдатели. Как в Московской Патриархии, так и в РПЦЗ многое зависит от священника. Необходимо поставить условия, чтобы не было влияния на наш устав, особенно в отношении членства и дисциплины. Слушали старосту общины чтеца Игнатия Тихоновича Лапкина. Рукоположение в Московской Патриархии сохранено. Благодати мы от нее не отнимаем. Но Московская Патриархия продолжает участвовать в экуменическом движении. Покаяние в сотрудничестве с безбожными властями не принесено ею. Готовят канонизацию Сергия Строгородского. У них нарушается 413 канонов. Поэтому добровольно на объединение мы не пойдем. Я за объединение, но на основе истины по Библии, во Христе. У нас уникальное положение. У нас есть юридическая регистрация, есть дом, в котором мы молимся, частная собственность. Мы пока недосягаемы для МП. Я несколько раз в день молюсь об этом и все больше прихожу к мысли, что это объединение для нас как лавилонский плен для евреев. Мы также будем продолжать трудиться. Господь, может быть, открывает нам новую дверь поприща. Это может быть Божьим благословением для нас, что мы сможем проповедовать среди прихожан Московской Патриархии уже как свои. Но мы всегда будем их зубной болью. Мы плененные и мы можем уступить в том, что не влияет на спасение. А уйти нам от беззаконников никогда не поздно. Четвертый год уже говорится об объединении. А мы все эти годы работали и сколько сделано только на наши книги, посмотрите. Раньше времени не нужно на себя веревку намыливать. А Патриарха я и так поминаю в домашних молитвах. Соединяться мы совершенно не хотим. Но и бояться того, чтобы не соединяться не будем. Надо поставить условия. Убрать с поста всех сотрудничавших с безбожными властями. Наш устав сохранить. Заявления о принятии нас к ним мы писать не будем. На ипархиальное собрание ехать не хочу. Поеду только в том случае, если не поедет отец Иоаким. Слушали чтеца Игоря Добунова. Мы ходим с проповедью по городу по квартирам. В случае объединения возможны на нас жалобы. Предлагаю, чтобы эти жалобы рассматривал всегда только епископ Евтихий. Слушали члена церковно-приходского совета Наталью Приходько. Московская патриархия будет стараться нас выдавливать. Могут изменить законы в свою сторону. Даже могут покуситься на жизнь нашего епископа. Предлагаю попросить епископа Евтихия с другим епископом тайно Рукоположить запасного епископа, деятельность которого будет возможна в случае потери нами епископа Евтихия. В результате обсуждения выработана следующая позиция и представлены такие наказы. 1. Наша община выступает однозначно и категорически против объединения Московской патриархии РПЦЗ, так как по сей день МП не принесено покаяния в сотрудничестве с безбожными властями и по сей день служат священнослужители, повинные в этом. 2. Московская патриархия продолжает участвовать в экуменическом движении. До сих пор в МП нарушается умышленно и повседневно 413 канонов из 719 действующих, то есть 57%. Но рукоположение в Московской патриархии сохранено. 2. Благодати мы от них не отнимаем, а без епископа мы остаться не можем, так как в этом случае выродимся в секту. 3. Пойдем на объединение, как евреи шли на вавилонский плен, понимая, что Господь открывает нам дверь нового поприща. 2. Наши требования сохранения нашего устава, особенно в отношении членства и дисциплины. 3. Наша просьба к епископу Евтихию тайно рукоположить другого епископа, деятельность которого станет возможна в случае насильственной потери нами епископа Евтихия. Настоятель общины, отец Иоаким Лапкин, секретарь Марина Геннадьевна Дыбунова. 4. Отец Иоаким вернулся 25 ноября 2005 года и привез документ «Резолюция епархиального собрания Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ», принимая во внимание, что примирение и воссоединение обеих частей Русской Православной Церкви, разделенных трагической историей Церкви в 20 веке, всегда составляло и составляет общее желание всех искренне верующих православных людей, в том числе и новомучеников нашей Церкви. Ипархиальное собрание Ишимско-Сибирской епархии, тем не менее выражает единодушное мнение о невозможности в настоящее время осуществить таковое воссоединение в силу непреодоленных Московской Патриархии канонических нарушений, до ныне разделяющих нас, каковыми являются сергианство и экуменизм. 23 ноября 2005 год. Каждая епархия должна представить четырех делегатов, двух от духовенства и двух от мирян. На соборе будет около 130 участников. По наказу митрополит имеет право пригласить от своего имени 10 делегатов. Не падают, ласкаясь от друг к другу, мерцания света цветом дополняют, то в радуге цвета, затянутые туго, невидимы в ночи, а только днями. И каждый цвет по-своему красив, но ярче, красочней, по-праздничному красный. Пасхальный всплеск так радостно сносить не только девицу, но красный угол красит. Мы словом красным выражаем радость, А он пугает бесноватых, буйных, Напомнит лавой о гиене адской, Огонь солому выжжет не на гумнах. Под желтизною золотая осень Приблизит жатву старость и плоды И милостыню, что голодный просит. Богач отдаст все золото за капельку воды. Глаз радует посева зелень в поле, По нервам растекается блаженством, Обилием осенью амбары нам наполнит, Зеленый путь нам указует жестом. Синее небо, только океан, Он отражается в глазах младенца в люльке, Плывем мы в воздухе, что голубит слегка, В колодец фиолетовый не плюйте. В день солнечный близ радуги парит, Туман незримый, в переломлении свет. Сдирает некто и с него пари, Свет разложился в ноготе планеты. Мы видим часть печати и иголы. Не быть потопу лучшая подкова, Подвешенная в воздухе на счастье. Надежды радужные в семицветье Пасхи, Но сбудутся лишь те, Что в Библии открыты. Нимп радуги престол Христа украсит. Поток восторгов выльется в молитве. 28 октября 2005 год. Игнатий Лапкин.